Наш оффер был и во многом остается достаточно уникальным. У нас сейчас открыто в районе 7 тысяч счетов, у нас более миллиарда долларов активов. Мой сын пару лет уже как майнит на своей видеокарте. Мы в квизе безусловно заработаем. К 2030 году США станет экономикой номер три. И это будет совершенно новый мир, которого мы еще не видели. Здравствуйте. Опять в эфире программа Forbes Capital. Мы делаем очередное интервью с инвесторами об инвестициях. Это интервью, которое дает возможность понять, как профессионалы инвестируют свои деньги. Сегодня у нас, пожалуй, самый молодой инвестор. И тем не менее, один из самых опытных инвесторов на международном рынке. Алексей Кириенко, председатель Совета директоров, совладелец брокерской компании Xanta, глобального брокерского бизнеса, который с 17 лет начал торговать на фондовых рынках сложными стратегиями. Алексей, добрый день. Добрый день. Мы с вами говорим об инвестициях, чтобы это для вас и для меня не значило. Когда вы начали инвестировать? В университете, где-то на втором-третьем курсе. Меня сначала в школе, на самом деле, меня заинтересовала теория вероятности как таковая и ее применение к таким секторам, как финансовые рынки. Поэтому я всегда рассматривал финансы именно с точки зрения статистики, условных вероятностей и теории игр. И, соответственно, со второго-третьего курса я начал изучать и торговать ценными бумагами. Вы заканчивали Губкинский, так называемый, нефтегазом. А можно вопрос, почему Губкинский? Казалось бы, теория вероятности, это все-таки физтех, мифи, университет. И почему вы дальше не пошли в нефтегаз? Потому что у меня была идея пойти работать в одной из крупных нефтегазовых компаний на тот момент. Я почему еще это спрашиваю? Пользуясь случаем, можно рассказать зрителям историю. Губкинский университет в мое время, в позднее социалистическое время, был приведущим для евреев, которых не брали в университет. И туда уходило очень много талантливых ребят. Действительно, они сделали этот университет в свое время именно за счет этого. В общем, университет очень хороший. Университет действительно хороший, и это основной университет, куда готовят профессиональные кадры всех сфер для «Газпрома», «Роснефти» и в то время «Юкоса». Ну вот не пошли вы в «Юкос», «Газпром» с «Роснефтью». А как вы оказались вообще в трейдер? Я в вашем возрасте не знал, что такое торговать. В моем окружении это достаточно широко обсуждалось. И меня просто интересовала именно прикладная сторона, как я уже сказал, математики, можно сказать, так широко, и как на это можно заработать. Какая там была математика? 2001 год, там надо было покупать, не знаю, «Газпром», «РАОЕС» тогда было, да, по-моему. И оно просто должно было расти, а вы должны были зарабатывать. Или что это было? Ну вот конкретно «Газпрома» и «Роснефти» я не покупал. Меня интересовали какие-то более сложные вещи. Меня интересовали акции, как временные ряды. Поэтому мы их начали рассматривать с точки зрения свойств трендовости, возвратности. И меня интересовали именно, я знал, что уже в тот момент есть глобальные рынки, и там торгуются гораздо больше и более ликвидных инструментов, чем на тот момент это было в России, где все плюс-минус было коррелировано. Но это сейчас нам очевидно, что там все пошло вверх. Тогда же это, тогда еще вторая война в Течне, взрывы, никто не понимал, в какую сторону пойдет страна. И это, то есть такое простое инвестирование, может быть, было не столько интересно, а хотелось заниматься какими-то передовыми вещами. В том числе мы изучали и применение нейросетей к временным рядам, и корреляционный анализ мы одни из первых, наверное, в стране начали делать. Ну вот смотрите, статистический арбитраж, про который вы говорили, что вы занимались, это понятно. А нейросети, корреляционный анализ, неужели это как-то работало на практике, на рынках? Не особо работало, то есть это работало в теории, не работало на практике, а вот статистический арбитраж работал на практике. То есть в 2005-2006 год мы зарабатывали уже немалые деньги, особенно для студента 5 курса, делая сначала руками, а потом роботизированный арбитраж между фьючерсными контрактами на FTSE и S&P 500. У них была очень высокая корреляция, и одновременно они на высоких частотах колебались так, что из этого было легко извлекать доходность. Ну это было великое время, когда там особо никого не было. Сейчас ты так уже не поработаешь. Ну уже в 2010-м так нельзя было поработать, да. Я знаю, что вы работали на свои деньги, потом вы привлекли клиентов, потом у вас был фонд. Да. А что с ним случилось? Когда брокерский бизнес, мы поняли, что становится для нас основным, мы просто закрыли этот фонд. То есть это не связано с 2008 годом было? Нет, мы в 2008 году как раз это был лучше наш год. Мы заработали больше всего. А почему брокерский бизнес основной? Я так и не вырос, я так и остался управляющим. Потому что он в отличие от фонда выкапитализируется. У вас появляются во владение акции вашей компании, которые растут в цене с ростом количества клиентов, с ростом выручки. Вот это основной момент. Окей, окей. То есть для вас брокерский бизнес – это инвестиция, и вы собираетесь когда-нибудь его продавать? Ну конечно. А сейчас вы не продаете акции? Сейчас у вас замкнутый круг учредителей? У нас были предложения, пока мы их все отклоняли. А когда начался брокерский бизнес? Брокерский бизнес, мы решили, что мы им займемся в 2010 году, когда количество написанного софта и в целом инфраструктуры, коннекторов к различным биржам, подключение к поставщикам данных, оно достигло такого масштаба, что нас начали узнавать на рынке и спрашивать, а можно ли воспользоваться вашей инфраструктурой для доступа к рынкам. Мы поняли, что в этом есть бизнес. То есть вы делали это для себя, и в результате сделали для себя, стали масштабировать. Мы делали, да, мы писали программное обеспечение для торговли на биржах для себя, и в какой-то момент соответственно знакомые и другие участники рынка стали интересоваться, а можно ли воспользоваться. Они видели, что мы делаем, они понимали, что писать это занимает годы, и по крайней мере там в СНГ подобного софта не было, а чтобы идти за ним на запад, это совсем другие деньги, и тоже не факт, что он в то время там был. И мы начали думать над бизнес-моделью, как это оптимально монетизировать, как наш софт продавать как сервис, ну и логично пришли, конечно, к брокерской модели. Интересно, 2010 год все-таки, да, уже не 2000-й. В общем, если российский клиент хотел торговать на глобальных рынках, в 2010 году, наверное, это был не очень частый клиент, там, после 2014 года стало больше, то у него было очень много предложений. В чем был ваш эдж? Вот почему вы? И тогда и сейчас все-таки для большого числа клиентов по разным причинам идти к западным брокерам сложно. Это просто не все путешествуют непрерывно по миру, знают, что мир глобальный, что можно. Есть все-таки некий порог, что ты отправляешь свои деньги куда-то за океан, не подержав за руку вообще никого. Ну, с того времени, например, Америтрейд вообще перестал открывать счета русским клиентам, точно так же, как Fidelity и вообще все американские брокеры. По-моему, Interactive единственное осталось. Ну, это уже сейчас, да? А тогда-то как раз они работали активно. То, что касается российских брокеров, ну, это до сих пор как бы слезы, как они пытаются в Quick впихнуть торговлю американскими хотя бы ценными бумагами, не говоря уже про акции и фьючерсы. Наш оффер был и во многом остается достаточно уникальным. Это платформа с единым счетом, где клиент мгновенно получает доступ ко всем ликвидным мировым рынкам, более 100 тысяч инструментов, включая российский рынок. Почему он уникален? Ну, наш единственный конкурент, вот с которым все обсуждают, нас сравнивают, это Interactive Brokers. Ни с одним российским брокером нас не сравнивали. Но почему такая уникальность? Почему нет рядом конкурентов, которые, как в Америке сейчас происходят, душили бы комиссиями, да, и приходилось бы бесплатно работать? Мы задумывались над этим, и ответ нашли для себя такой. Должно одновременно сложиться именно в числе бенефициаров, числе акционеров несколько экспертиз. То есть это финансовая экспертиза, IT-экспертиза, и третий, очень важный компонент, это видение, куда, какой продукт ты хочешь создать и для чего. Вот очень сложно, чтобы это все сошлось в одном месте. Большинство российских брокеров – это, прежде всего, финансовые компании. Это не IT-компании, у них нет вот этого компонента IT-культуры. А сейчас найти качественных программистов, на самом деле, это сложно. Не просто, чтобы они к тебе пришли, но чтобы они остались у тебя работать. Это нужно, чтобы они чувствовали, что они создают передовой интересный продукт, и еще при этом используют интересные для них технологии. Вы считаете, у вас получилось? Ну, рынок оценивает так, что получилось. А можете какие-то цифры сказать, да, по вашему бизнесу? У нас сейчас открыто в районе 7 тысяч счетов, у нас более миллиарда долларов активов. Мы растем, вот в этом году мы вырастем где-то на 60% в прошлом году. Я бы просто продолжаю, да, потому что это было тогда, а это есть сейчас. Опять 60% в прошлом сколько было, кстати, рост у вас? В прошлом был меньше, мы, может, затронем эту тему, потому что был, соответственно, всплеск 2017 года. Но 2018 год – это крипта, я так понимаю. Да, 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 и он точно так же вместе с рынком крипты слегка скорректировался в 2018, и дальше он вышел на свой нормальный. Но все равно 60%, да, это много. Вы, размер может быть не очень большой по сравнению с интерброкерс, но вы растете успешно. Нам есть куда расти. То есть явно ваше предложение находит спрос, который нигде больше не удовлетворяет. И это при том, что, несмотря на все ваши успехи, вы все равно иксанты, а не Голдман Сакс. Да, и когда вот клиент просто ищет на пустом поле, куда дать деньги, то дать деньги в Голдман Сакс все-таки легче морально. На самом деле это может быть правильно сравнить. Потому что для многих людей кажется, что в Голдман Сакс есть какой-то такой вот грааль, куда они придут и сразу много заработают. Как будто там облигации платят больше купон, а акции в вашем портфеле будут больше стоить. На самом деле нет. Они дадут доступ к тем же самым бумагам, но одновременно у них, если вы захотите торговать разными классами инструментов, вы будете, скорее всего, обращаться на разные дески и пользоваться разным софтом, причем далеко не самым передовым. И одновременно, если у вас портфель меньше 100 миллионов долларов, с вами не очень-то захотят плотно общаться. Как быть с вашей надежностью? Давайте я провокационный вопрос задам. Кто такой Иксанта? Это несколько молодых людей из России учредили некую брокерскую компанию. Брокер имеет право использовать активы клиентов. Мы видели катастрофу брокеров много раз. Они там где-то в офшорных юрисдикциях более-менее зарегистрированы. Там Кипр, Мальта и так далее. Как вообще вам можно давать деньги? На сегодня у нас пять лицензий, включая Великобританию и Гонконг, которые никак нельзя назвать офшорными юрисдикциями. И важно отметить, брокер не имеет права пользоваться деньгами клиентов. Они строго сегрегированы. В Европе любая брокерская компания работает по схеме сегрегации клиентских активов. Это прописано в MyFed. То есть на каждом контрагенте существует два счета. Это счет компании и счет клиентов. И вы не можете занять. И эти деньги никогда не перемешиваются. Мы никогда не занимаемся. Вы никогда не занимаемся. Окей. На самом деле это вся история. Нужно понимать, что если ваши деньги лежат в брокере, неважно в экзаменах или в каком-то другом, они всегда в более безопасном месте, чем в банке. Ну, зависит от размера банка. Все-таки UBS, наверное, будет безопаснее. Я бы сказал, что зависит от пропорции ликвидности его портфеля, чем от размера. История говорит, что размер тут, может быть, не имеет принципиальное значение. Спасают большие банки. Поэтому безопасно. Не спасти UBS очень сложно. В случае, если что-то случится. Я не представляю, как это могло бы произойти. Но не суть. Рисков же два. И вы, кстати говоря, вы же замечательный пример того, как проходят разные риски. Риск кредитный мы вроде обсудили. Есть риск законодательный. У вас была замечательная история с комиссией по ценным бумагам в Соединенных Штатах Америки. Расскажите пару слов. В 2015 году комиссия по ценным бумагам США выдвинула обвинения против 42 физических и юридических лиц по подозрению в инсайдерской торговле. Один из 42 обвиняемых, замечу, по гражданскому иску, то есть с претензией на штраф, была названа компанией «Экзамты». Соответственно, мы потратили несколько месяцев, чтобы доказать полную необоснованность их обвинений. И они признали свою неправоту и полностью сняли все претензии к нам без каких-либо замечаний или штрафов. Суть истории была в том, что несколько наших клиентов предположительно совершили какие-то сделки, которые не понравились комиссии по ценным бумагам. И американская комиссия в свойственном стиле, не разобравшись, обвинила в этом брокера, который не имеет вообще права на собственные позиции и на собственные сделки в том, что мы совершили эти правосипы. Нам очень легко было доказать, что мы никакого отношения к этому не имеем. То есть вы являетесь одной из немногих российских компаний, у которых есть справка о том, что вы невиновны по американскому законодательству. У нас есть справка, она доказывает, да, что у нас и все активы в целости и сохранности, и в том, что мы выводим все сделки на биржу, да, и в том, что мы не совершали каких-либо неправильных действий. То есть вроде как мы решили вопрос, как можно вам давать деньги, да, и с точки зрения рисков системных, и с точки зрения рисков... Все акционеры-экзамты также пользуются экзамты как продуктом. А список акционеров секретен? У меня два партнера. Мы втроем составляем 100% акций. Все-таки интересно, никогда не было соблазна привлечь что-то крупное в акционеры? Что-то, что принесло бы вам другие рынки, что-то, что там в 10-20 раз увеличило ваш масштаб, какого-нибудь западного партнера? У нас была и есть идея, конечно, привлечь какого-то бренд-нейм инвестора, который бы добавил и репутации, и доверия. Наверное, с кем-то мы не сошлись по цене. На что-то повлияли, конечно, события 2014 года, после чего любой западный инвестор, он несколько иначе стал смотреть на любые истории с российскими корнями. Ну, к сожалению, это факт. Как есть, так есть. Даже какой-нибудь катарский фонд. Наверное, катарский фонд нам не очень поможет. Наоборот, осложнит, возможно, отношения с какими-то контрагентами. Будет торговать на 10 миллиардов. То же самое, это интересно, например, что очень невыгодно иметь американских инвесторов. Потом катастрофически сложно будет открывать новые контрагентские счета и поддерживать старые. Поэтому мы очень сильно ограничены. То есть, российский сколь-либо крупный инвестор, если у нас будет, он не добавит нам, скорее всего, ничего. Американцев мы брать не можем. Европейцы консервативные после 2014 года относятся к компании с российским происхождением очень осторожно. Остается Азия, наверное. Ну, в Гонконге открылись. А, кстати, зачем? Там есть клиентура в Гонконге? Да, да. Есть азиатские клиенты, для которых очень важно иметь… Ну, Гонконг, чтобы мы понимали, это азиатский финансовый центр. Это такой вот азиатский Лондон. И, соответственно, это номер один финансовая юрисдикция, и азиатские клиенты хотят видеть только ее. Даже австралийцы, на самом деле. Что происходит в Гонконге? Как там это острое? Ну, какие-то крупные игроки. Кто там? Там китайцы крупные игроки? Там, конечно, правит балл китайцы. Прежде всего, это Bank of China, с которым мы сотрудничаем. Из западных игроков там присутствует HSBC. Ну, и традиционный список топ-фор китайских банков. ICI Bank, Development Bank of China. Это вот четвертый какой-то призем. Это сильно отличается, кстати, от Сингапура, где наоборот исключительно сингапурские игроки – это DBS и UOB банки. А чем вы будете конкурировать с китайскими банками? Ну, наше предложение также существенно уникально для азиатского рынка. Там также локально присутствуют Interactive Brokers, но других таких, прежде всего, IT-решений для доступа ко всем мировым биржам с одного счета там нет. То есть это что-то типа такого революта в брокерском бизнесе? Для профессионалов и для более крупных. То есть, как мы узнали, у революта средний счет составляет 1000 евро, у нас средний счет составляет 250 тысяч евро. Ну, в брокерском бизнесе, да. 250 тысяч евро средний счет. Но при этом вы работаете с клиентами, у которых 1000, 10 тысяч. Минимальный счет у нас 10 тысяч. 10 тысяч. Да. И, возможно, мы даже будем повышать планку. Потому что мы хотим, чтобы наше обслуживание всегда было максимально качественным, а это стоит денег. Ну, хорошо. Это вот про Эксанту, как вашу инвестицию, которую вы когда-то будете продавать. А писки другие инвестиции, кроме Эксанта? Мы инвестировали в несколько молодых стартапов сейчас, так принято говорить. Проектов стартапов, да. Один в технологическом секторе Камина. Они производят уникальные компьютеры на жидко-охлаждении. И еще у нас есть инвестиции в блокчейн-сфере тоже. Камина – это вот те самые, если я правильно помню, обогреватели, которые одновременно делают майнинг. Или я ошибаюсь? Майнеры, обогреватели тогда выпустили как первый вариант, который был самый простой для запуска и самый понятный для широкой аудитории. Компания очень быстро, Камина, пришла к тому, что основная клиентура и основные деньги – это дата-центры. Компания, которым требовалось жидкостное охлаждение для эффективной работы на вычислениях. Это не обязательно майнинг или вообще как-то связано с блокчейном. Это и 3D-рендеринг, который используется при съемке фильма, спецэффектах, мультипликации. Также это приложение, связанное с искусственным интеллектом. И последнее неожиданное для нас применение было это в сфере форенсик. Это вот, не знаю, как по-русски. На Западе активно изымают компьютеры, когда полиция или ФБР. У них там все запаролено. Вот офис-файлы, Word, Excel. И ФБР и Министерство юстиции тратят огромные ресурсы, чтобы взламывать, перебирать пароли. И для этого используются компьютеры на видеокартах. И до Камина они делались на воздушном охлаждении, а Камина первая предложила решение на жидкостном охлаждении, чтобы ничего не перегревалось при переборе паролей. Неужели никто еще не предложил решение, что при переборе пароля на 10-м пароле компьютер автостирается? А, и причем они обязаны это делать на собственных мощностях, потому что они не могут передавать эту задачу вовне по соображениям безопасности. Ну, естественно. Понятно, а второй вы говорили стартап? Это Stasis. Их основной продукт – это крипто-евро, то есть это стабильная криптовалюта. Ее курс привязан к евро и обеспечен евро. То есть в кастаде кладутся евро, и на них выпускается токен на блокчейне. А зачем она такая нужна? Для того, чтобы производить расчеты в стабильной евровалюте без использования банков. Представь, у тебя 24 на 7 мгновенные, бесплатные, без цензурной, так называемой, переводы. Ну да, но только потом, когда ты эти евро хочешь забрать, погасив токены, то у тебя возникает вопрос, откуда деньги? Ну, не мы первые это придумали. Это очень популярная история. И сейчас об этом говорят, в том числе, центральные банки. Центральный банк Китая заявил, что хочет выпустить такую валюту Facebook. Libra, это фактически то же самое. То есть мы поняли, что это нужно еще несколько лет назад, поэтому запустили проект Stasis, который также достаточно успешен. У них листинг более чем на десятки бирж. Они интегрированы в лицензированные платежные сервисы в Британии и в Швейцарии. То есть сейчас можно с помощью криптоевро пополнить дебетовую карту мгновенно. Неплохо. Слушайте, а вот говоря про брокера, вы же не обязаны верить во все, что вы продаете, да, как брокер? Или обязаны? Или вы не поставите бумагу? Верить во что? Мы не занимаемся сами доверительным управлением. Нам кажется, что идеологически нужно отделять, что брокер, он не должен быть одновременно управляющим, а управляющим не должен быть брокер. То есть я к чему веду, да? Это вопрос про криптоинвестиции, в которых вы очень активно поучаствовали, на которых вы создали набор клиентов, да, достаточно серьезный. А вы верили в это? Вы сами инвестировали в криптовалюты? Мы занимаемся криптовалютами с 2012 года. Но заниматься и инвестировать это разное время. Мы создали первый в мире фонд, который покупал биткоины. А вы сами были инвестором этого фонда? Безусловно. Мы покупали биткоин по 13 долларов. А почему? Почему вы тогда решили, что его надо покупать? Просто это был самый банальный анализ спроса и предложения. Мы видели фундаментальные данные, как растет интерес продукта. И поняли, что там гарантирован рост. А выходили? Вы продали уже свои криптовалюты или нет? Мы совершили две очень успешных таких проб сделки, можно сказать, на собственные средства и каким-то близким клиентам. Когда мы купили по 13, мы продавали в районе 800 тысяч. И второй раз после этого биткоин падал до 150. Мы, соответственно, частично докупали его и продавали уже выше 10 тысяч. И мы верим, что этот актив будет жить. Он никуда не исчезнет. Он будет с нами дольше, чем многие банки. Окей. А будет ли он дороже, чем сейчас? Я думаю, с очень высокой вероятностью, да. Ставите ли вы на это свои деньги? Частично. А вообще, ну вот смотрите, Нурель Рубини, которого в Америке считают экономистом номер один сейчас. Уже много лет, потому что он предстал кризис восьмого года. И с тех пор это звание, ну, все, видимо, пожизненно у него. Он утверждает, что криптовалюта – это вообще большой скам. Все. Что это, так сказать, рано или поздно все закончится, и потом мы будем вспоминать со стыдом. Вы считаете по-другому? Да, я не согласен, конечно, корме. Ну, то есть это программное обеспечение с открытым кодом. Ну, у скама должен кто-то быть какой-то кто-то, кто извлекает из этого какой-то профит, там, разоряя других. Ну, все, все, мы уверены здесь, да. Здесь те, кто создают, они извлекают профит. По-моему, мошенники приходят, извлекают профит. Ну, мне кажется, что это очевидно не так, хотя бы потому, что уже сотни хедж-фондов покупают биткоин. Я не говорю про другие криптовалюты или, там, тем более, китай-сё-проекты. Мы говорим вот сугубо про биткоин, на которые есть фьючерсные инструменты, на чикагской регулируемой бирже, на которые планируют запустить регулируемые опционы уже в начале следующего года, и в которые с каждым годом инвестируют всё больше и больше хедж-фондов. Вот за две сотни перевалило их количество. Про криптовалюты и биткоин, в частности, в портфеле. Просто для многих инвесторов не иметь биткоин в портфеле больше риска, чем его иметь. Хотя бы на 3%. Сейчас в современном мире есть такие риски, которые раньше отсутствовали. В связи с геополитическими конфликтами, в связи с вашей какой-то деятельностью, которую вы сейчас считаете абсолютно правильной и законной, в какой-то момент она может кому-то показаться неправильной или незаконной. И в тот момент ваш счёт мгновенно будет заморожен. Эти деньги, которые вы думаете ваши, оказываются на самом деле не ваши. И вот биткоин – это единственный актив, который нельзя по судебному решению или по чьей-то воле заморозить. Вы можете держать свой приватный ключ в голове, и он будет с вами при переходе через любую границу. Ну и биткоин вроде можно обналичить, да, более-менее везде сейчас? Биткоин абсолютно ликвиден в любой стране мира. В Швейцарии, в Австрии, в Японии стоят сейчас в мире более 6 тысяч банкоматов, которые выдадут вам кэш за биткоин. существуют уже десятки провайдеров карточек Visa и MasterCard, легальные, с уведомлением Visa и MasterCard, где вы можете пополнять их биткоином. То есть получается, что это что-то наподобие золотой цепи у бандитов 90-х годов. Только невидимый, невидимый. Невидимый золотой цепь, да? Песцы, да. Окей. Который в случае чего можно использовать, когда все отобрали. Ну это такое, как то, что называют Rio Hedge, ты знаешь наверняка, да, трейдер? Вот это такое же. Пускай он будет, 3% не мешают. Они могут вырасти, в какой-то момент могут помочь. А если уйти немножко от криптовалют, вот конвенциональные инвестиции, как выглядел бы или выглядит сейчас ваш портфель лично как инвестор? Да, прежде всего я опять же оговорюсь, что криптовалюты даже в моем портфеле, несмотря на то, что я в это сильно верю, они не составляют какую-то прям очень большую часть. То есть, конечно, большая часть портфеля составляет традиционные инвестиции, прежде всего это инструменты с фиксированной доходностью недвижимости, если мы рассматриваем ее как инструмент. Ну если это инструмент, мне кажется сейчас недвижимость достаточно дорога вообще, для того, чтобы быть инструментом инвестирования. Или нет? Дело в том, что количество смягчений и вообще политики центральных банков за последние 10 лет, мне кажется, они сместили понятие дорого, особенно в премиальном сегменте. Недвижимость будет дорожать, пока ставки будут в районе нуля, а предпосылок, чтобы они оттуда сильно поднялись, мы не видим. Это создаст проблемы, прежде всего, с госдолгом для практически всех развитых стран. А какая недвижимость у вас в портфеле? Это что-то пожилое, это коммерческое? Это жила недвижимость в тех странах, где у нас есть бизнес, где я провожу время. Окей, вы сказали облигации. Да. Какая-то логика есть в этих облигациях? Я, конечно, буду продавать свою идею коротких облигаций всегда, но как вы это делаете? Я просто диверсифицирую. Грубо говоря, мой портфель – это набор стран, в основном развивающихся стран и компаний, которые оперируют в этих странах, но серьезные диверсификации по отраслям и по географии. Это какая-то такая классика, наверное, банально здесь ничего нового. Интересно, мне всегда задают вопрос, а что будет в кризис со всем этим портфелем? Ты задавал себе вопрос, что будет в кризис? Можем посмотреть. Это был кризис 2008 года. Конечно, не стоит, как генералам, всегда готовиться к прошлой войне, потому что новый кризис, он будет каким-то совершенно новым. Но мы же знаем, что будет в кризис. В кризис центральные банки снова зальют рынки ликвидностью. Пока не выстреливает инфляция, это будет происходить снова и снова. И поэтому облигации будут себя точно чувствовать лучше, чем акции. А какая у нас еще альтернатива? Депозиты? Золото. Все хотят золота сейчас. Не утащишь далеко. Золото далеко не утащишь. Но, кстати, а есть в портфеле золото? Небольшой процент какой-то есть, да. Я не думаю, что оно будет очень сильно расти, но и сильно по цену тоже не будет. А комодитис? Они очень плохого пифоменджа вообще. У них за последние 20 лет просто отвратительные. Это не совсем инвестиционный инструмент. Все-таки высокие технологии пришли и туда, и поэтому добывают полезные ископаемые достаточно эффективно. Инфляция идет вразрез с большинством товаров. Если мы посмотрим, на самом деле интересно, что большинство высокотехнологичных товаров за 20 лет не подорожали. Инфляция происходит в других местах. То есть те машины, на которых мы ездим, та техника, которой мы пользуемся за счет технологии, она стала дешевле, а не дороже. Я так понял, что акций нет в портфеле, да, судя по оговорке, которую я сейчас услышал? В данный момент нет акций. Страшно? Дорого? Дорого, ну как вот этот страх? Это просто рациональный выбор. Мне кажется, что это все дорого. Просто я не вижу, я вижу большой даунсайд и не вижу какого-то существенного апсайда. Через 20 лет, скажем. Я всех спрашиваю через 10, я спрашиваю через 20. Через 20 лет, как ты себя видишь? Твои инвестиции, твой бизнес? Если позволят в жизни возможности, я бы хотел заниматься венчурными инвестициями. Мне это больше всего интересно. То есть, может быть, брокер будет продан уже к тому времени, скажем? Ну и я с радостью останусь всегда на какую-то часть. Это уже часть меня, да, то есть почти 10 лет брокерскому бизнесу. Там часть жизни, часть души. Я всегда буду, наверное, за него переживать. В чьих руках бы он не находился. Я спрошу как специалиста в IT в том числе, да, и в технологиях. Через 20 лет у нас бигдата не съест венчурный бизнес. Нельзя будет, заложив параметры, получить достаточно точный ответ, сколько он будет стоить через 10 лет. Я думаю, нет. Мы же накопим такой огромный объем опыта, знаний о том, какие венчурные бизнесы как сработали. А технологии меняются. Те паттерны, которые были 20 лет назад, они неприменимы сейчас. И то, что мы сейчас наберем опыт за эти годы, он не будет применим к тому, что будет через 20 лет. А как тогда инвестировать, если все время меняется ситуация? Качественный анализ. Ну и в какой-то степени любой инвестор это визионер, он все-таки должен представлять перспективу вообще, куда движется человечество, и что в будущем этому человечеству будет нужно. Здесь, мне кажется, это сложно просчитать, это нужно вот именно анализировать. А какие сектора? Биология, медицина, образование, IT? К сожалению, в биотеке у меня нет никакой экспертизы, хотя эта отрасль, безусловно, перспективная, и многие мои знакомые инвестируют туда, и она будет развиваться. Я бы, может быть, тоже хотя бы в этом как-то поучаствовать, но, наверное, нужно приобрести больше знаний тут. А в IT-секторе, особенно в финтеке, я думаю, более-менее разбираюсь, поэтому могу оценить. Интересно, а вот семья, как-то семья вовлечена в продвину и сцены процессы? Мой сын пару лет уже как майнит на своей видеокарте. Сколько ему лет? Ему сейчас 10. 10 лет? Два года майнит биткоины. Да, он накопил деньги, он их не тратил, спросил папу, как ты думаешь, что бы мне на них купить? А это был май, по-моему, 2017 года. Я видел, а тогда доходность майнинга, чтобы мы понимали, была 100% в месяц. Если хочешь приумножить свои деньги, купи видеокарту, только быстро. И он успел ее купить, когда их в Москве можно было купить, потому что через несколько недель они просто все исчезли. Соответственно, он купил эту видеокарту и несколько раз ее успел окупить. Завершающий вопрос, наверное, про прекрасное будущее. Кризис все говорят, да? И мы тоже чуть-чуть говорили об этом сейчас. Говорят, что акции дорогие и так далее. А вы как брокер, у вас есть какое-то ожидание вот этого кризиса? Мы в кризис, безусловно, заработаем. Я понимаю, но ждете ли вы его? Когда вы его ждете? Наверное, после того, как ФРС начал снижать ставки, я отодвинул вот свое внутреннее какое-то ощущение, когда этот кризис настанет. Конечно, он придет, куда же он денется. Я думаю, что сильно недооценена история торгового, пока торгового конфликта Китая-США, потому что для США сейчас очень тяжелый период. Их отодвигают с их места лидера, где они привыкли себя чувствовать более 70 лет. Это 70 лет была экономика номер один. Сейчас она перестала такой быть. Экономика номер один сейчас – это Китай. И этот отрыв будет усиливаться. А к 2030 году США станет экономика номер три. И это будет совершенно новый мир, которого мы еще не видели. И с теми кризисами, про которые мы еще не знаем. Алексей Киренко интересен мне, как минимум тем, что он представитель совершенно другого поколения инвесторов, которые пришли на рынок тогда, когда мы, первые, кто был на этом рынке, уже пережили пару кризисов, уже приобрели некоторый опыт. Зачастую опыт неправильный, потому что, как совершенно правильно он сказал в интервью, все меняется. И каждый новый кризис другой, и каждый новый период между кризисами другой. У него совершенно другой взгляд. Он инвестирует, исходя из технологических представлений об этом рынке, а не из фундаментальных, как у нас. Я далеко не совсем согласен из того, что он говорит, что прозвучало в интервью, но, с другой стороны, кто я такой, чтобы председать, что правильно, а что нет. Посмотрим, как мы только что договорились, заканчивая интервью. Встретимся через 10 лет и обсудим, что получилось. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!